Девушки отдыхают Давай, давай, быстрей, быстрей Пожалуйста, ой, сейчас, я на секундочку Алло Алло Вася, ну я же просила, ну не звони мне, когда я на работе Вася, Вася Замечательно Замечательно Собираться, собираться Сам, сам Я просто давал ценное указание, чтоб никакие детали не были упущены, важные Вольно, солдат Ну рассказывай, что здесь случилось В восемь тридцать утра произошло нападение на машину инкассатора Здрасте, Иван Николаевич Двое погибли Сумма в размере тридцати одного миллиона рублей похищена Инкассаторов было трое? Трое. Исчез Василий Яшин Его тело не нашли Ну, мог убежать Мог, или был заодно с грабителями Машины ДПС первыми прибыли на месте преступления Третьего инкассатора они не видели Зато видели четырех убегающих мужчин в масках Они пытались их преследовать, но, к сожалению, догнать не смогли О! Пойдемте, кораблина вас ищет А сколько у вас обычно времени занимает вся эта суета на месте преступления? У меня план двенадцатого, финальный стол по покеру Не хочется пропустить А я думаю, вас присоединили, чтобы вы нам помогали Ну, когда я дал себя присоединить, я не думал, что наши узы будут такими тесными Двое убитых, третий исчез, вероятно, вместе с грабителями Инкассатор убито изнутри, все гильзы найдены в салоне, значит, стрелял свой А это он звонил своей девушке во время нападения? Да Зачем? Ну, я не знаю, возможно, просто нажал кнопку случайно Или вы не знаете, или вы осадитесь версиями наугад Она слышала звуки выстрелов Если это он стрелял, то у него как минимум одна рука должна быть занята Да, надо быть очень уверенным в себе человеком Чтобы расстреливать коллег и одновременно разговаривать со своей барышней по телефону Ну, хорошо Предложите свою версию, зачем он звонил? А что, версии теперь тоже входят в мои обязанности? Мне казалось, что я могу просто критиковать вашу работу Нет? Я не знаю, какой у вас будет на тьмпе Я не знаю, какой у вас будет на тьмпе Но это выглядит сконпрацент И, конечно, какой у вас будетמעно Он близко, чем выernите Я не знаю, что у вас будет на тьмпе Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Присупление совершено в этом районе, предвидительно 8.30 утра Анна Николаевна, если честно, сложно что-то соображать на голодный желудок Давайте пообедаем, потом все эти вопросы решим Я согласна Будем считать это искупительным подношением за сорванный банкет Виктор Иванович Лида Спасибо Сергей Спасибо Анна Спасибо Но я бы предпочел это назвать игрой Правила простые Если я не угадал вашу любимую начинку, то пирог достается даром Если угадал, то сто рублей А мне столовую по 20 рублей Ну, кто не хочет, тот не участвует Хотя взятка приветствуется Хорошо Рядую половину Ну, с повидлом я конечно люблю, но с курагой мне нравится больше Я всегда понимал, что ты любишь сладенькое Но не знал, что ты готов открыто это декларировать Мои сто рублей за капусту Откуда узнали? В столовой спросили? Я обязательно поделюсь с тобой этим маленьким секретом Когда у меня будет свой большой кабинет С достаточным пространством, чтобы вместить всю аудиторию За пирожок конечно спасибо, но с мясом я не люблю Могли бы навести справки у Сандро Прежде чем устраивать это представление Справки — это банально, но я учту ваши пожелания А как вам, Анна Николаевна? Вы довольны? Мне не нравятся пироги из нашей столовой Но врать не буду, яблоки — моя слабость Возьмите свой приз Я вижу, все здесь для вас представляет игру Но некоторые называют это работой Некоторые не хотят даже после работы играть Но вы не отчаивайтесь Я уверен, что рано или поздно вы встретите человека С которым сможете весело проводить свободное время Почему вы считаете, что я такого еще не встретила? А почему вы меня спрашиваете Вместо того, чтобы просто переубедить? Потому что я не собираюсь вас ни в чем переубеждать Правильно Пойду дам Галчанскому взятку с тыквой Придурок Я не хочу путаться у твоих дураковатых сыщиков под ногами С ограблением инкассатора все предельно ясно Тебе известны имена убийц? Мне известны мотивы Я ждал, что ты будешь привлекать меня Когда произойдет что-то из ряда вон выходящее Или непонятное в поведении преступников А здесь один странный звонок Найдите этого Яшина и спросите у него Василий Яшин пропал Мы объявили его в розыск Проверили квартиру Парень явно готовился к побегу Перед тем, как совершить налет Да Ограбленный магазин электроники Тяжело ранен охранник Ты хотел новое дело? Пожалуйста Хорошо Мне нужно только домой заехать Переодеться Ну, что мы имеем? Налетчиков четверо, они все в масках А в вчерашнем нападении на инкассаторов тоже четверо и тоже в масках Тех же самых, вот странная версия, что работает одна и та же группа Вряд ли, у инкассаторов взяли деньги, здесь только товар Похищено 8 лэптопов и вся партия сегодня поступивших смартфонов Кстати, хорошая, если ты тоже так как хотел Грабители знают, зачем пришли Я не думаю, что это те же люди, которые напали на инкассаторов Каждый из нас носит маски, чтобы скрыть свои истинные намерения Но почему именно черепах? У бандитов всегда есть четкая специализация, или деньги, или товар Если это товар, должна быть сеть реализации И нужен надежный источник сбыта, так как есть риск засветиться Ну, верно, верно, верно Вот кто-нибудь мне скажет, почему они стреляли в охранника? На камерах видеослежения, этого не видно Ну, очевидно, оказалось сопротивление, такое же бывает То есть, он не мешал им грабить, но помешал им выйти Так, может он решил вспомнить болг? Нет, он, наверное, отлучился в туалет, а потом вышел, а тут грабители Видите этот пакет? Он держал его в руках, когда в него стреляли Ну и что это доказывает? Что охранник хотел попить сок Не-не-не, когда человек готовится к резкому физическому действию Ну, удар или прожог, мышцы его невольно сокращаются И, следовательно, этот пакет должен был бы быть жален Угу Выходит, грабители стреляют без причины Или мы не знаем истинная причина Угу Сереж, давай отправляйся в больницу, расспроси охранника Подождись, пока врачи разрешат тебе с ним общаться Мы пока допросим свидетелей Они прошли мимо комнаты с сейфом Причем, точно знали, что он здесь, но он их не заинтересовал Но их интересовало Тобар, что вы ерзаете? Галчанский обещал мне кресло из вашего кабинета Это кресло мне не нравится, оно жесткое и у него спинка тугая Он обещал кресло в обмен на помощь в расследовании преступлений Вот, снова условия Нет, чтобы сразу купить просто хорошую мель для сотрудников Ценить не только их ум, но и другие части тела Прекратите этот цирк! Вы как-то странно относитесь к делу Я обратила внимание, как вы смотрели записи Очень невнимательно Судя по хронометражу, разбойники действовали уверенно Партакиады меня не интересуют А вот эмоции зрителей на трибунах — это да! Где ваши свидетели? Они в коридоре, я разбила их на группы, чтобы каждый следователь мог опросить как можно больше народу Дайте-ка Нарисуйте мне, где кто находился, в то время, когда грабители покидали помещение А зачем? Ну, я продам вашу картину на аукционе Нужно мне! Грабители шли здесь, я вам показала Вот охрана! Кассир! Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот! Вот здесь кто-то прятался, судя по тени, на камере слежения Сережа, перемотай Ага! Да, есть! Я хочу с ним поговорить Если, конечно, можно Вы не похожи на следователя А вы не похожи на потерпевшего Меня зовут Роман, а вас? А меня — Любовь велик, а меня — Любовь Любовь! У вас отличное настроение! Амфетамины! Что вы? Это прошлый век! Я спасаюсь вот этим М-м-м! Вкус теста! Кисленький! Когда начинаешь действовать? Две нужно принять, тогда быстрее Какие у вас нехорошие зеркала? Ага, я гораздо лучше выглядела в магазине, стройнее Получается, что я поправилась по дороге к вам А в магазине ставят такие зеркала, которые вытягивают ваше тело и вы стройнее Чтобы не уйти без покупок А-а-а! А как вас зовут? Роман Алан, вам подходит больше Какое сегодня число? А не беспокойтесь Это не имеет никакого значения, я ж на пенсии Трезвый свидетель Ну-ну Любовь, Александр Просто любовь Я вас любил, любовь Еще, быть может, в душе моей угасла не совсем Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем Ну, да Мне необходимо, чтобы вы вспомнили, как происходило ограбление в магазине Вы же оскрылись за коробкой и вполне могли видеть этих людей в масках Нет-нет-нет-нет, нет-нет-нет-нет-нет, я не скрылась Я затаилась А что вы покупали в магазине? Смотря в каком С утра я искала себе сорочку А потом я пошла купить Кран для плиты Потому что мой сломался Ага, купили? Нет, они сказали Мы не торгуем вообще с тями И послали В сервисный центр Нет Они послали меня в центральный сервис Я записала адрес, надо? Нет Я надеюсь, что перед выходом из дома Вы проверили плиту Что? Просто у меня однажды оторвался кран И я чуть не взлетел с домом на воздух Вы не почувствовали утечку газа в воздухе? Хотя, небольшая утечка не страшна Главное, чтобы вы не закрыли форточку на кухне Я не помню А по-моему Мне надо домой Ну, уж сначала позвоним соседям Они подойдут к двери Принюхаются А вы не видели, как стреляли в охранника? Они ругались? Нет Охранник Серега Сказал что-то одному В маске А я не помню, что А тут второй подошел И выстрелил Нет Я определенно закрыла форточку Не волнуйтесь Это базовый страх Обычно он плохой помощник в беседе Но в данном случае он позволит нам сконцентрироваться Что еще необычного вы заметили во время ограбления? Я не помню А когда вы позвоните соседям? Им уже звонят Мои коллеги за стеклом Все время за нами наблюдали Стекло Ну да Зеркальное стекло Девушка сидела Там девушка сидела Возле стеклянной двери И не убегала А могла бежать Так может она была Сотрудник магазина Нет На ней не было формы Я еще Удивилась, думаю Чего же она не убегает Выход же свободен На камере слежения Эту девушку видно? Нет Дверь из магазина В мертвой зоне У грабителя мог быть наводчик Мог быть Но это могла быть девушка Просто которая испугалась Мне нужно нарисовать портрет одного человека Мы как раз это только что обсуждали А что вы обсуждали? Рисовать красками или мелками на асфальте? Кого мы ищем? Девушку Она кто? Важный свидетель Соучастник Подозреваемая Мы не можем тратить все свои ресурсы На пояс человека, который просто странно себя повел Какие ресурсы? У вас что, бумаги с канадшем нету? Портрет рисуется в программе Возиться с ней долго А раскрываемость нулевая За полгода ни одного преступника Таким образом мы не нашли Поэтому я предлагаю Савелия Он замечательный художник и живет рядом Давайте, давайте раздувать штат Сначала сомнительными консультантами Потом еще художниками Во что мы превратимся? А я за Анну Николаевну Фоторобот рисует только половину лица Второй он копирует Между тем правая и левая половины различны Правая половина отражает только личностные черты Левая принадлежность к виду У левшей все наоборот Но это не важно Важно то, что эти нюансы способен уловить только живой человек Даже самый грубый шарж лучше лучшего фоторобота Хорошо, я понял Рисуйте эту вашу подозрительную девушку Но фоторобот сделать обязательно На все эти случаи Будь сделан Есть Пожалуйста, не нужно защищать меня перед начальством Я сама в состоянии отстоять свою точку зрения Постарайтесь реже использовать в речи личное местоимение Это признак неуверенности Сушка, не надо делать вид, будто вы меня хорошо знаете Да, алло Конечно Да, я буду Целую, милый А вы так нежны только с сотрудниками химчистки Это звонил мой друг В вашем ежедневнике на это время записано дубленка, запятая, х черточка, че А никакого милого и уж тем более друга нет Листь в мою личную жизнь Только в вашей бумаге Да не суйте больше в них свой нос Проходите А вы закрывайте ежедневник Привет Мясо Оно подгорело? Где подгорело? Вот Ничего страшного, уголь тоже полезен для желудка Следующий Сандро, другое есть? Другое нет Соль есть Следующий Я тебя точно посажу Здравствуй, моя радость Здрасте А мне бы рис Рису Для тебя Стою, что угодно Рис с удовольствием А печеночка есть? Я что-то в меню не увидела Для тебя Солны достану Зелень добавить Кушай, радость моя Приятного тебе аппетита Спасибо Правильно Мне то же самое, только рису поменьше, печенки побольше А печенки нет А если я попрошу хозяйственную часть проверить расход продуктов? Или мы взвесим блюда И окажется, что кто-то размазывает одну порцию на две тарелки Ладно Ладно, я Сейчас я что-то на дне кастрюли поищу И Найдем Приятного вам Аппетита Я по поводу нападения на инкассаторов Я могу хотя бы поесть, водилучество? Фадеева принесла мне дело, в котором очень много слов про погоню и ни одного про маски Я не очень понимаю, зачем эти маски вообще им понадобились Ведь они заранее планировали убить инкассаторов От кого они прятали свои лица? Так, хорошо, нападение было ранним утром Участок дороги достаточно пустынный, но, может быть, они боялись, что их заметят из проходящих мимо машин Которые ехали на скорости? Ты представляешь, как выглядят наши лица в таких ситуациях? Дай мне поесть Мне хотелось бы увидеть маски ДПСников допрашивал невежим Иди спроси у него, почему он не нарисовал тебе эти маски? У меня котлет остынет Тогда мне хотелось бы поговорить с ними С кем? С инспекторами ДПС, которые первые прибыли на место и чуть было не сдержали злодеев Послушай Кроме количества нападавших и масок, в этих двух делах нет ничего общего Инкассаторов убили хладнокровно А охранника в магазине мимоходом Больше никого не тронули Хорошо Если я разрешу их вызвать, ты мне дашь поесть, а? Спасибо У нас новое ограбление Похищено семь миллионов за благотворительного концерта Грабители работали в масках Раненый охранник еще не пришел в себя? При анимации Я только что созванивалась с невежимым К больному пока никого не пускают Через час придут журналисты Нужно, не пугая их, доложить о ходе следствия Хотя какие у нас успехи Хорошо, я сделаю доклад Нет, лучше его сделает подполковник Перницкий Правда, подполковник? Это ведь вы первым увидели связь между ограблениями Анна Николаевна, а ты с группой поезжай в концертный зал Узнай детали Так точно Ну я пошел Гори, гори, моя звезда, звезда Как вы приехали-то раньше меня? Вы меня узнали? Вас трудно с кем-либо перепутать Галчанский предупредил меня раньше, было глупо не воспользоваться Я приехал сюда, представился следователем и получил ответы на все волнующие вас вопросы Знаете, ваша самоуверенность Проверьте Как произошло ограбление? Почти бесшумно Деньги, собранные во время концерта Ведущий уложил в красивый ящик и вынес сюда Здесь Его ждал человек с пистолетом Цитата Вместо лица у злодея был череп Подельщиков он не видел, но уверен, что они были Внизу охрана за кулисами тоже, как они прошли сюда Здесь два выхода Один для людей, другой не для людей Для животных Дрессированных, разумеется Морские свинки, мадагаскарские петушки Есть енот, он умеет говорить слово «мама» Но кто решится не впустить дрессированного медведя? Да Значит, они вошли здесь Да, интересно, у кого же хватило наглости отобрать деньги прямо во время концерта А вот на этот вопрос у меня нет ответа Но! У меня есть свидетель Какой свидетель? Вячеслав Николаевич Свиридов, 2002 года рождения Ну, в общем, это не важно Его мама оставила его одного, пошла звонить И он слышал, как бандиты покидали здание учреждения Ну, ты идешь? Я попросил Вячеслава подождать Я не умею общаться с детьми Все женщины умеют общаться с детьми На генетическом уровне Общее заблуждение Вот видишь, ты стала говорить, как я Подбери нужную интонацию И у тебя получится Мальчик слепой от рождения Да, точнее, плохо видящий Слава, я привел к тебе следователя, который поможет нам найти людей, которые украли деньги Не найдете, взрослые всегда только обещают Это такая взрослая фишка Вырастешь, что же будешь обещать? Я никогда не вырасту Не надо так говорить Подождите Вячеслав Когда я была маленькой, меня тоже обманывали взрослые Сейчас они обманывают меня чаще Но мы найдем этих злых дядей, которые украли деньги Мы вернем их и накажем Чудеса случаются Вы говорите так, как будто мне десять лет, а три года Прости, может, мы зря у тебя отнимаем время Но ты единственный полезный свидетель, который у нас есть Охрана никого не видела Ведущий смог описать только маску Твоя мама сказала, что ты сидел у выхода И слышал, как грабители покидали здание Так что, получается, ты единственный, кто может нам помочь Ты хочешь нам помочь? Славик, бандиты о чем-то разговаривали между собой? Нет А когда они выбегали из здания, кто-нибудь их, может, позвал, окликнул Они сели в машину и выехали А от них исходил какой-нибудь специфический запах? Я не почувствовал А было что-то особенное в их походке? Они, они, они очень быстро пошли Да, третье ограбление, все, что мы о них знаем, это маски в черепах Не то что их было четверо Трое Что? Их было трое Ты уверен? Абсолютно Как и в том, что на вас сейчас ботинки, а на ней туфли на длинных каблуках Вам говорю, что такие носят одинокие женщины, что понравится богатым мужчинам Спасибо, Вячеслав, ты нам очень помог Скажите, у этой банды есть название? Ожидаются еще нападения? На Квинка Сатров, который предал своих Скажите, пожалуйста, ответьте, пожалуйста Подождите, всю официальную информацию я вам уже сообщил Больше мне добавить нечего Пожалуйста, не надо меня снимать, это что-то телезвезда что-то Ну пожалуйста, один, один ответ У банды есть название, пожалуйста Не переживайте Это как в покере Даже если плохому игроку достается хорошая карта Она все равно проигрывает, потому что не умеет скрывать свою радость Вы о чем? О Перницком Он рвется к власти, но я так понимаю, что не получает удовольствие от командования по Радому Как вы думаете? Он хочет искупаться в лучах славы или просто не умеет радоваться? То, что я терпела ваше общество несколько часов подряд, не означает, что я буду сплетничать с вами о своих коллегах Там сотрудники ДПС приехали Зачем? Это ко мне Здравствуйте, прошу прощения за то, что пришлось ждать Но у нас новые ограбления Да, мы в курсе Мы были на пресс-конференции А вы кто? Моя фамилия Фрейдин Я консультант, я помогаю раскрывать преступления Но давайте лучше с вами поговорим о том дне, когда вы по вызову прибыли к машине инкассаторов Я читал рапорт, но мне хотелось бы все услышать самому Если вы консультант, мы не обязаны здесь находиться Понимаю, время – деньги Все хорошего Знаете, я мог бы сделать условия нашей встречи более официальными Но все мои коллеги сейчас находятся в розыске негодяев, которые украли деньги слепых детей И если бы вы все-таки остались и ответили на пару моих простых вопросов, я бы был очень вам признателен Машина инкассаторов находилась здесь? Да И что вы увидели, когда прибыли на место преступления? На обстрелянную машину, тела Там рядом черная быха была, в которой преступники кладут деньги Увидели нас, открыли стрельбу, поехали, мы за ними Опишите подробнее маски Черные такие, с черепом вместо лица Точно черные? Да, черные, рельефные С обведенным контуром и черным капюшоном сверху Ага, ну вот вы поехали за ним, да? Сколько продолжалась погоня? Ну, пятнадцать, наверное Мы в рапорте все изложили А почему не догнали? У них машинка попроворнее была Мы на нашей сто восемьдесят еле сделаем У вас вот тут черная полоска нарисована, а на деле это слоеный пирог Семь разбитых слоев асфальта и подъемы сплошные Один раз неудачно приземлишься и армагедец Извините, что приливаю, но нам нужна эта комната Я задал еще не все вопросы Читай протоколы Но у них нет того, что мне нужно Понимаешь, даже у диких племен ритуальные маски играли определенную роль Ты убедился, что у них были одинаковые маски, да? Да, но поведение их резко отличается Денег, добытых у инкассаторов, им должно было хватить надолго А зачем еще рисковать? Может, они потратили деньги или потеряли Однако, очень быстрая деградация От почти идеального ограбления автомобиля до обворовывания детей Да и в банде, видать, там не все с этим согласны Иначе их снова было бы четверо Видимо, у одного из них проснулась совесть Я тебя просил помогать нам А ты превращаешь уголовные дела в факультатив антропологии У нас нет на это средств, понимаешь? А у меня уже терпения не хватает Скажи, ты работаешь с нами или ты работаешь на себя? Я хочу найти истину Ну и удобное кресло Почему нельзя задать пару лишних вопросов? Час назад умер охранник, которого ранили в магазине Теперь, боюсь, нам некого спросить, за что его убили А мне приказали бросить все силы на эту банду, понимаешь? Можно мне осмотреть квартиру Яшина Но того инкассатора, которого мамы в розыск подали Ты частное лицо По какому праву ты собираешься лезть в чужую квартиру? Вон я невежанный возьмой Ему там заняться все равно нечем Что ты там собираешься искать? Есть у меня одна идея Вот только не свирепей Если я окажусь неправ, ты заберешь у меня стул Или выгонишь вообще к чертовой матери Ладно, бери невежина Только если ты ничего не найдешь Слушайте, что он мне ищет? Слушайте, что он мне ищет? След для жизнедеятельности Не хотите говорить – не говорите Прости, я не хотел тебя обидеть Вот у тебя есть на следующей неделе план? Сегодня я свободен Завтра… Завтра я тоже свободен Ну что, вы хотите меня пригласить себе в гости? Нет А вот у нашего инкассатора Были большие планы Он увлекался геологией Он собирал редкие минералы Потом отмечал на карте флажками места, где это нашел Ограбление произошло девятнадцатого Да А двадцать четвертого он собирался поехать в Мисхуров забраться на Агро У каждого человека есть свои планы Яшин никуда не сбегал И не был связан с бандитами Его сделали козлом отпущения А кто? Ну, как обычно говорят люди, не знающие правильного ответа А вот это хороший вопрос Значит, вы организовали концерт, собрали звезд В чью обязанность входило следить за деньгами? Мы не первый год проводим подобные акции Вы не ответили на вопрос Кто следил за передачей денег? Ведущий выносил деньги за кулисы Отдавал их человеку из банка, который клал их на счет С которого, ну, в общем, дальше не интересно То есть, один человек передавал другому несколько миллионов Из рук в руки вот так вот просто Ну, у человека из банка была охрана Где же были все эти люди в момент ограбления? Не успели припарковаться около здания Странная случайность Вам знаком этот портрет? Нет Внимательно посмотрите Нет Нет А вот так? Да, вы знаете, я определенно где-то ее видел Совсем недавно То есть, она не работала в вашем заведении Точно, мы нанимали контору, которая обслуживала фуршет после концерта Она была среди официанток Очень бестолковая девица Никак не могла запомнить, где у нас кухня С подносом везде бродила Я постоянно натыкался на нее в местах, где ее не должно было быть Мы ищем девушку Начните с контор, занимающихся рестораном обслуживания на улице Кейтеринг, так и сказали вы Считай, что сказала Возможно, она работает под вымышленными именами Начните с тех, кто обслуживал большие мероприятия Ну и где от официанток требовался паспорт Кстати, на выставке смартфонов был фуршет Делай Мне некогда Вы мне и не нужны, мне нужны водолазы Ну, зачем? Чтобы поднять со дна реки труп сбежавшего инкассатора Если тело Яшина там, где я думаю, то можете это приписать к своим заслугам Мне не терпится посмотреть на ваше повышение Куда вызывать водолазов? А это костер, они ж тут нашли Здравствуйте 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 Анна Николаевна, разрешите, там нашлась девушка, которая обслуживает фуршеты, ее там Перницкий допрашивает Я сейчас подойду, да, и скажи этому консультанту Пускай тоже подходит Хорошо Ну, мне просто интересно, вы оказались в магазине бытовой техники, там произошло ограбление, вы работали на благотворительном концерте, там тоже произошло ограбление, причем в том и в другом случае преступники знали, что где лежит, и брали то, что необходимо, в одном случае деньги, в другом случае бытовую технику Совпадение, я работала не только на этом благотворительном концерте, но и на других, после которых не было ограбления Вы уверены? Ну да, если бы были, вы бы мне об этом сказали А почему вы работали на благотворительном концерте под вымышленным именем? Ну, мое собственное мне не нравится, у меня половина подруг Лены А почему вы скрылись из магазина, а не остались в нем после ограбления, чтобы засвидетельствовать свои показания? Ну, я просто купила то, что мне нужно и пошла дальше, что я там буду околачиваться А вот директор концертного зала говорит, что вы изучали здания и заходили в те помещения, в которых вам вход был запрещен У меня топографический картинизм, я в «Трех соснах» могу заблудиться Красивая модель Новый Такие вот исчезли из магазина бытовой техники Кстати, мы можем проверить по номерам серии Ну, проверяйте, делайте, что хотите Мне его подарили Кто? Таинственный поклонник Крепкая штучка Скорее уже, штук Смотри, она отвечает быстро, не задумываясь У нее чисто мужская стилистика ответов Ее подготовили Она давно знала ответы И отрепетировала Мы его нашли Кого? Парня, который она прикрывает, убийца у охранника Он заперся в доме, снайпера его держат на прицеле Не замедлить, отдавайте приказ Не стреляйте, Сережа, я убивал охранника Это все филин, я вам клянусь Пожалуйста, мы детей не хотели грабить Этот концерт этот, я не знала, что он благотворительный А ты Сереже об этом сказала? Да, и он не пошел Они все втроем провернули, я клянусь вам Я вам все расскажу, только не убивайте его А есть фотографии от того, кого нам не надо убивать? Да Вот Второй раз вам повторяю Две гавайских, одна четыре сыра с анчоусами Приехали Рыбе, мамон! Стреляй, брат! Стоять, давай! Стоять! 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 На машину на руке! На капот! Стоять! Стоять! А это Сережа скромно живет Не скажешь, что миллионер-грабитель Смотри-ка ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, алло Как съездили Преступность молодеет на глазах Самому старшему члену банты 24 года, нормально? Даже не верится, что они сделали такой ряд ограблений Деньги с благотворительного концерта потратить не успели, нашлись Осталось найти остальное Да, парень, не позавидуешь тебе За что ты убил охранника в магазине? Это не я А я не спрашиваю тебя, кто? Я спрашиваю тебя, почему? Да я не убивал охранника в магазине Почему был убит охранник? Ты меня слышишь? Ну, дядя Лев заметил меня и узнал по наколке Ну, он крикнул, я остановился Слушайте, Филин это заметил, но понял, что знакомый и выстрелил Ну, я не убивал его, ну зачем мне было его убивать? Мы же с детства жили в одном подъезде, виделись каждую неделю Чего мне было его убивать? Чего, это ты ебил что ли? Филин, Инкассаторов тоже Филин? Да не мы, это Инкассаторов Ну, просто маски такие же одели, чтобы… Чтобы что? Ну, чтоб повезло нам, ну, чтоб боялись Вам повезло, крупно Упертый Конечно, никто убийственного себя брать не хочет Остальные тоже будут в долдоне земной тоже и валить друг на друга Где Фрейд? Ну, не знаю, на сдержание бы поехать не захотел С кого-то дела Прошла Михеев ваши документы Нарушаем? Давайте тогда поговорим про штраф А, это вы, вам на первый раз прощайтесь Не-не-не, вы меня не поняли Я и не собирался вам платить денег Я приехал, чтобы обсудить размеры своего вознаграждения за ваши ошибки Я надеюсь, что все деньги Инкассаторов вы еще не потратили? Никаких звукозаписывающих устройств и прочей электронной ерунды на мне нет Пистолет мне гады тоже не дали Пуст Мы можем наконец перейти к деловой части нашего разговора? Разве твои коллеги не поймали бандитов? Проси деньги у них Не, те, кого они поймали, не имеют никакого отношения к ограблению инкассаторов А молодежь стала заложниками имиджа Им показалось, что если они оденут те же самые маски, им так же повезет А вот тело Яшина они в воду не скидывали Какого Яшина? А инкассатора, которого мы ошибочно считали вашим соучастником Но вы не тревожьтесь, прокуратуре пока об этом не знают Кстати, обратите внимание на слово «пока» Именно за это чудесное слово я и хочу получить свои деньги Ты слишком самоуверен, тебе не кажется? Это да, но у меня есть козырь в кармане Инкассаторы перестреляли сами себя, проверь уже Из нашего не сделано ни одного выстрела А вот это еще более странно Вашу машину обстреляли, выпустились в погоню и не сделали ни одного выстрела Но в особенности мне понравился ваш рассказ про маски на лицах злоумышленников Тогда-то у меня все и встало на свои места Хотите, я вам расскажу, как было все на самом деле? Вы договорились с водителем, что он припаркует машину в нужном месте И разберется со своими напарниками Одного ему действительно удалось убрать А вот второй оказался ловчей Я не понимаю, почему второй не воспользовался рацией Но он позвонил своей знакомой с надеждой, что она успеет вызвать ему подмогу Алло Алло Впрочем, вы все равно не дали парню поговорить в толку Вася! Вася! И ужасная ситуация Мимо вот-вот может проехать какая-нибудь машина Что делать? Тело засовывать обратно в машину глупо Потому что любой криминалист тут же докажет, что его застрелили снаружи И вы решили тогда отвезти тело в другое место и избавиться от него Так вот, зачем вам понадобилась погоня Чтобы скрыться с места преступления и избавиться от тела Место на карте вы, естественно, указали неправильно Но собрать насчет времени вы не смогли Оно запротоколировано Я умножил максимальную скорость вашего автомобиля На время у меня получился грузовой порт, где вы, собственно, и избавились от тела и пистолета Из которого вы предварительно обстреляли собственную машину, чтобы сымитировать нападение Прямых доказательств у тебя нет? Никто не видел, как мы стреляли в машину, как совали тело в багажник А вы совали тело в багажник? Я думал, вы вывезли его на заднем сидении Хотя, с другой стороны, в данном случае меня интересует только финансовый аспект проблемы Вы же намелевались делиться с водителем? Так вот, я предлагаю, отдайте его часть мне А почему бы тебе просто не сдохнуть? Ну, вообще-то у меня были другие планы Оруди сюда! Быстро! Пошел! Руки на багажник! Давай, лежи! Все, пошел, пошел! Пошел, пошел! 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 А нельзя было не дожидаться, чтобы они в меня холодными железками тыкали? Мы же договаривались Я просто должна была убедиться, что убийцы именно они То есть, на слово вы мне не поверили? Я не доверяю малознакомым мужчинам ГОВОРИТЕСЬ! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, colorAH! ВОЙ СНОЛОН, СОЛОН, СОЛОН! Субтитры создавал DimaTorzok